Всем привет, дорогие друзья! В этом выпуске слова Конора и Порья. Перед их третьим боем Конор угрожает Дастину Порье. Конора Макгрегора встретили в США очень тепло, болельщики и сам Конор остались в восторге. Обо всем этом прямо сейчас. Приятного просмотра. Погнали! Джон Кавана рассказывает, что дороги в Ньюпорт-Бич пришлось закрыть после того, как фанаты узнали, что Макгрегор обедал со своей командой в соседнем ресторане. Макгрегор – большая звезда ММА, но у того, чтобы быть самым узнаваемым спортсменом на планете, есть свои недостатки. Его преследуют везде. Но он не проигнорировал, а напротив, уделил немного времени своим любимым болельщикам. Полицейским пришлось вмешаться и закрыть даже улицы. Конор не растерялся. Он поиграл на публику, провел бой с Тенью, пока толпа скандировала его имя. К этому еще вернемся. Сейчас слова перед поединком Дастина и Конора. Дастин Пори ответил на вопрос о том, чего он ожидает от Конора Макгрегора в их поединке. Я ожидаю встречи с лучшей версией Макгрегора. Ожидаю, что он будет более сфокусированным, чем когда-либо. Для него действительно на Кон поставлено все. Конор выйдет драться не ради денег, а ради гордости и уважения, чтобы доказать, что он все еще является важной частью этого дивизиона. И это делает его опасным человеком. Человеком, который выйдет драться ради себя, ради того, чтобы что-то доказать. Он не будет драться ради чего-то еще. Ему это больше не нужно, так что я знаю, что он будет мотивирован. Конор выйдет на эту схватку, чтобы вернуть свое имя туда, где оно было раньше. Это слова Порья. А теперь ответ Конора. Я хорошенько заеду ему ногой в голову. В день боя я продемонстрирую ему весь свой арсенал. Ему нравятся смешанные единоборства? Он их получит. Я усердно работаю. Я сфокусирован. Я полностью погружен в тренировки. Так что я буду готов устроить шоу. В последнее время он начал много болтать. Он за это поплатится однозначно. Пощады не будет. Это были слова Конора. По словам МакГрегора, он смог вновь найти мотивацию, которая ему нужна для победы на предстоящем UFC 264. Конор частично ограничил общение со СМИ, чтобы остаться полностью сфокусированным на своих тренировках. Колби Ковингтон также высказался, говорит, Порья снова победит МакГрегора, но победа над ним уже мало что значит. Кевин Ли оценил шансы Дастина Порья и Конора МакГрегора. Сложно сказать, кто победит в этом поединке. Возможно, все-таки Конор выиграет. Думаю, он внесет коррективы и победит. Я считаю, независимо от того, кто окажется победителем в их противостоянии, ни у одного из них нет шанса в бою против такого соперника, как Чарльз Ливейра. Итак, американские фанаты в Нью-Порт-Бич и Конор. МакГрегор боксирует с тенью для тысяч фанатов. За шесть дней, шесть часов и шесть минут перед турниром UFC 264. Позже Конор опубликовал в твит, в котором видео встречи с фанатами, скандировавшими его имя, когда он проезжал. Трилогия с Конором не получилась бы, если бы Порье пошел на титульник. А так, он решил расставить все точки нады с Конором. Конор МакГрегор был первым человеком, который накутировал Дастина Порье в его профессиональной карьере в ММА. Но теперь ситуация, кажется, поменялась. Похоже, что Дастин будет фаворитом их трилогии. Ну что же, МакГрегор пообещал болельщикам отличное выступление. Сказал, что в этом бою он сосредоточится на всем, не только на боксе, как было до этого. Будет интересно посмотреть, кто окажется сильнее на этот раз, друзья. Что вы думаете? Пишите ваше мнение. Спасибо за просмотр. Надеюсь, что вам понравился ролик. А мы с вами увидимся совсем скоро в новых видео. Всем удачи. Пока.